Вот, заходим в магнит. И здесь же парикмахерская. 10.34. Время. Куда влево? Сбербанк здесь. О, цветочечки. Где мандарины? Мандарины. Мандарины, 99. Пожалуйста, не пили остатки, просто... Сколько стоят мандарины и магниты здесь? Да, 99. Ну, 199. 99. 100 рублей стоит. Авокадо. Кокос и манго. Так, авокадо. 29,99. 119. Ну, 120. Лимон. 200 рублей. Груши. Санта-Мария. Груша. 9G. 186. 99. Банан. 120. Вот бананчики. Такие вот бананы. 220. Айва. Виноград. 350. Груша. Так, какую-то грушу уже забрали. 165 рублей стоила. 165 рублей стоила. Ну и дальше, смотрите. Граната. 195. Вот такой вот. Лучшая цена. 140. Так, скажем, киви. Яблоки. Яблоки 114. Эти яблоки 98,59. Такие вот яблоки. Смиринка. Орехи. Так. Массаж Ти с сухофруктами. Вот такие яблоки. 62 рубля. Как они называются? Новый урожай. Новый урожай. Называется сезонный. Да, сезонный здесь новый урожай. Ну вот, друзья. Так. Арахис соленый. 100 грамм. 45 рублей стоит вот такой вот. 35. Это все по 100 грамм они. Цены. Вот. Лук-сивок, я так понимаю. Да, лук-сивок. 210 рублей стоит. Вот такой вот пучочек. И написано, что это очень выгодно. Вот. Пучок. Раз выгодно, может отсюда повезти на посадку. Так. Картофель. 27 рублей стоит. Такой. Лук. Так. Тот картофель 26, а этот 37. Ну, получается 27, а этот 37, а этот 65. Капуста 15,59. Морковь 80 рублей, мытая. Баклажаны 200 рублей. Чеснок молочный 196. Вот такой чесночок. Чесночок. Свекла 61, ну, 62 рубля. Вот такая свеклка. Ну, дальше тоже видите помидоры. Лук репчатый, фасованный, 53 рубля. Тыква. Тыква. Латернат 110 рублей. Да, капуста троснокочанная 73 рубля. Здесь морковь практически разобрали. 31 рубль. Вот такая морковь. Остатки. Так. Помидоры сливовидные. 210. Эти разобрали по 200 рублей. 179,99. Тоже томаты. Так. Огурцы 51 рубль. Капуста пекинская, посмотрите, вот такая. 150. Да. Кабачок 160 рублей. Вот такой кабачочек. 110 рублей. Сельдерей. Ну, тут капуста всякая пошла. Тоже просто покажу. Смотрите. И огурцы. 203 рубля. А эти 200 рублей. Вот. Что еще? Лимоны. Тоже пока свободно помню. Вот такие лимончики. Такие. Даринчики. А, нам же говорили еще. Как называется? Я уже нашел. Конфеты нашел? Да. А, это печенье сам выбирай. Ты в них лучше разбираешься. Я бы вот такое купил печенье. Но нет, зубы ломать. Вот. Не, я так много есть не буду. Не знаю, друзья. Может, вы знаете. Вот соседка нахвалила. Жаклин называется. Французский зефир. Клубника в шоколаде. Вот. И угостила нас. Действительно, нежные такие. Нам понравились. Стоят они, жаклин, зефир в шоколаде, 38 рублей. 100 грамм. Давай. Они довольно-таки легкие. Давай. Насыпем. Ты будешь есть? Конечно. Конечно, говорит. Давай тогда насыпем. Ну, не будешь кила? Еще? Давай. Будем объедаться сладостями. Что ты у меняешь? Еще, что ли? Сережа хочет еще. Ему понравится. Не, ты что? За один день конфеты. Мы поедем с собой возьмем. Вот мои любимые, кстати. С детства люблю такие. Давай. Много брать не будем. Будешь их? Немножко буду. Ну, все, хватит. Не очень сладостями объедаться. Ой, какие красивые. Мне вот это нравится. Для кофе тоже красивые. Что еще? Хлеб тут вот. А вот какие хлеб. Зерновой. Шесть злаков. С полвой. Сибирский. Четыре куска огромных. Вот такой вот хлеб. Но он нам не нужен. О, уже куличи продаются. Триста десять рублей. Кулич пасхальный. Эти по сто двадцать пять рублей. По девяносто и по сто десять. Вот такие кулички. Мелко написано. Хотела посмотреть. Может быть, тут вот кто изготовитель. Ну, вот. Тут тоже куличики. Красоты неописуемая. А вы смотрите. Кексики пасхальные. Очень красиво. Двести семнадцать. И вот еще. Аютинский хлеб. Сделан с душой и любовью. Кулич пасхальный. С творогом и кусочками вишни. Сто шестьдесят пять. Нет? Если ты все, пойдем. Что? Не, не надо. Нам хватит того. Нет, ну, на день хватит, а дальше обойдемся. Не надо. Выкинуть жалко будет, а везти груз. Да, у нас еще есть. Пакетики нормальные есть, не как в Москве. Черт, что продают. Давай возьмем один пакетик. Да, не знаю, как будешь. В Москву пакетики повезем. Там нету. Что? Будешь сейчас есть. Есть ты будешь? Я буду. Хорошо, возьму. В общем, вот мы взяли фото. Так. Так. Ядушки. Какой-то новый. Кременкульское печенье повязала, да? Кременское. Кременское. Ну, все. И пакетики мы взяли домой. Вредности короткие. Вредности взяли. Не пару. Все конфеты вредности для нас. Так, я посмотрю, сколько стоит. Вот лоск. Здесь стоит. И скидка 38%. Но это уже со скидкой. 320 рублей стоит. Вот такой пакет. И тот лоск. 290 стоит. Вот такие цены. На моющие. Все. Все. Давай. Там пакет внутри есть. Один. Сейчас достану. 100 рублей не дашь? Ты все куда? Вот мы вышли из Магнита. И Сережа сейчас меня проводит до платформы. Отсюда можно вернуться по платформе. Ну и прийти можно по платформе, кому интересно. А потом он дальше пойдет. А в пятерочке Сереже не нравится. Говорит, выбора никакого. Здесь дороже, чем в Москве. Но я ему говорю. Так мы когда из Москвы приехали, смогло не только здесь подорожать, но и у нас. Мы же не знаем теперешнюю сцену пятерочных в Москве. Но ему выбор не нравится, поэтому в Магнит ходит он. Ну мы так же, да, по этой улице? Вниз по этой улице. То есть мы возвращаемся назад. В сторону моря. А потом я пойду назад. Другим путем. Тут я не показывала. Вот тоже улица Таганрогская 2. Ну и все. Так быстро прошли мы ее, эту Таганрогскую. Так, дальше нам куда? А вон дельфинарий номер 1 Лоу. Оказывается, вот дельфинарий тут рядом. И вон там все такое. И выходим на пляж. Горный воздух. Здесь река Умч-Дыре. Вот это, надо полагать, большой рынок. Кто-то обозвал. В каком месте большой? Мы с тобой не видим пока. Летом, может, он и большой. А пока он вот такой. Вот, друзья, тот большой рынок, который вы мне обещали. Здесь, вернее, не вы все, а один из подписчиков. Вон, смотри, кошка где сидит. Ага, где сидит. Так, а здесь вот, надо думать, небольшой рынок. Или начало большого рынка. Раки, мидии, барабуля. Пожалуйста, телефончики. Мутон, норка, пуховики тут же продаются тоже. Здесь то же самое. Объявление куплю дома с участком. Так, отсюда идем. Так, а здесь вот горный воздух. Кого? Пусть. Ну, все. Вот, и вот пандус, друзья, здесь. Тоже на платформу. Это мы поднимаемся на платформу. Сережа сейчас меня поднимет на платформу. И мы с ним распрощаемся. Он продолжит свой маршрут. Сколько он у тебя сейчас? 8 километров, да? Ой, вон там как красиво. Свой 8-километровый маршрут. А я пойду к себе. Ну, все. Так, вон там он, наверное, или здесь давай. Сейчас. Перевесим. Тебя. Я. А ты как? Куда идешь? Туда? Нет. А, ну иди давай пока. Я хочу электричку посмотреть. А, электричку как прибывает. Ну ладно, давай вместе посмотрим. Вон. Электричка какая-то прибывает как раз на платформу Туапсе. Она коротенькая, наверное, останавливается здесь или нет? Или мимо? Да, тормозит. Ага. Ну вот, электричка пришла. Сейчас посмотрим, сколько стоит. Видите, заодно узнали, как ходят здесь электрички. Платформа. Горный воздух. Сереж, раз одноколейка, получается и в ту, и в другую сторону, да, Аня? А, вон как. Одна платформа. И направо, и налево. Поэтому они редко тут ходят. Пока стоит. Не будем людей смущать. Ноги сюда идут. Снимем поселок. А он, наверное, отправляется. Да. Полторы минуты? Пока не вышли. Пока не вышли, не сели. И все. Ну, ладно, давай. Пока. Ну, а мы с вами, друзья, пойдем по платформе. И там тоже будет, типа, как загончик такой. Как сказать? Как это назвать? Как Сережа сказал, галерея. Может, кто-то знает, как это назвать. Вон люди идут сюда. Видите, платформа вот заканчивается. Ну, и у меня уже есть видео, как мы сюда шли. А теперь обратно. Можно вот за этими домами вдоль моря. Но мы с вами уже вдоль моря шли. Теперь мы с вами пойдем вот такой вот цивильной тропой. Металлической. Здесь удобнее идти. Окрашено, кстати. Хорошо, что я не дотронулась. Окрашено. С этой стороны нет, стоя окрашено. Слева окрашено, справа пока нет. Вот опять проходим мы. Вот это вот сооружение. Интересное. Вот так вот. Немножечко зигзагами. Так. Ефертити. О, орел какой. Вон какой орел, друзья. Ого, красота. А вон уже, видите, купола голубые. Это аквалоо наше. О, это что? Это сакура. Сейчас остановимся и полюбуемся. А, это кто-то тут погиб. И, видимо, вот кто-то и посадил сюда сакуру. Ну, идём дальше. Петухи поют, слышите? А вон у кого-то в саду расцвели тюльпаны, что ли. Это что? Каллы, камни. А, смотрите. Что там цветёт? Типа каллы цветут. Точно. И вот там тоже тюльпаны, каллы, нарциссы. Цветут под пальмой. Интересно, да? А вот здесь вот это вот неизвестное доселе мне. Вернее, я видела и прошлые приезды, но не запомнила название. Смотрите. Это вот лады. Вон, красоты неописуемый. У нас тоже под окнами номера. Вот. Всё-таки надо узнать, как это называется. Очень интересно. И там вон тоже что-то цветёт. Вот и дошли до спуска. И вот там вот, вот там сейчас мы назад будем возвращаться в наш санаторий. Вот он. Вот. Так. Море за стройкой замороженной. Видите, даже на коляске ребёночка спускают. А, нет, ребёночек-то вон уже. И в коляске просто. Если вот туда пойдём. Там море. В двух шагах. Здесь два магазинчика. А мы с вами в санаторий. Стоп. Ну всё, здесь я уже раза два, по-моему, показывала, пока отключаюсь, друзья. Вот Гранд Холл Агвало. Я вышла. Уже прошла по этой аллее. С Серёжей мы шли справа. А сейчас я решила обойти слева. Не знаю, выйду ли я к своему корпусу. Или снова заблужусь. Думаю, что не заблужусь. Птицы поют. Не знаю, куда вот эта лестница. Мне надо, главное, выйти к фонтану. От фонтану же рукой подать. Назад, что ли, пришла. Туда откуда. Ну, Серёжа был прав. Нельзя тут обходить. Ну ладно, посмотрим. Не туда вышла. Не туда вышла. Ну что ж, пойдём снова сейчас. Тем же путём. Может, он туда подняться. А, вот фонтан-то. Правильно мы вышли с вами? Ну. Вот фонтан. А вот наш корпус и вход. Точно. Ура, мы не заблудились. И даже сократили путь. Вот. Вход в наш корпус. Вход в наш корпус и вход в наш корпус. Ну вот. И поднялись. Вон они. Под окнами нашего коридора. Вот эти вот цветущие, красиво цветущие. Что это такое? А там Гранд Холл Аквалу. Ну и всё, друзья. Пришли. Всего доброго всем. Будьте здоровы и счастливы. До новых встреч на моём канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова